Почему этот конфликт уже 8 лет не кончится, я хотела это понять. Каждый день обстреливали, и это было все 10 минут от центра. Это меня просто шокировало. Большие издания писали, что я путинский инфовоин. Немцы реально думают, что они правы, что это все правда, что им говорят на телевидении. Без хороших отношений к американцам ты не станешь редактором такой газеты, например, крупной. Я сейчас общаюсь не с Алиной, а с целой сетью крупной пропаганды, получается. Сейчас в Германии ваша мама. И она не узнает свою страну. Это ее слова. Я это вижу. Немцы просто сам себя сейчас уничтожают. Политики, которые сейчас управляют эту страну, они тоже очень сильно связаны с американцами. Я думаю, что больше и больше немцев понимают, что там что-то не так с этой политикой. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас из Минска. Расскажите свою историю. Как вы вообще попали на Донбасс? Вы знаете, я в Германии родилась, выросла без русского языка. Даже у меня русский отец, но он со мной не говорил на русском, и немецкая мать, поэтому только на немецком пообщались. Но в 2014 году отец очень-очень внимательно следил за новостями о том, что произошло на Украине. И нам, конечно, очень много рассказывал, объяснил. И потом мы в немецкой СМИ видели, что там есть большая разница между тем, что произошло в реальности, и тем, что рассказывал. И как раз два года после этого, в 2016 году, мне надо было написать свой диплом, и я организовала себе поездку в Крым специально, чтобы там написать диплом и спокойно там проживать, и смотреть своими глазами, что там реально произошло, пообщаться с людьми. И влюбилась в Крым. Потом я как-то начала свой блог как хобби на Ютьюбе и рассказывала немцам то, что я там видела, рассказывала, короче, правду. Вот, что реально люди мне там рассказывали в Крыму, что они действительно хотели быть с Россией и так далее. И вот таким образом я начала благость вам. Год назад у меня, ну, я закончила университет, была как раз в России, и было свободнее время, и у меня появился знакомый, который из Донецка. И мы просто вместе спонтанно поехали в Донецк. Мне было очень интересно и смотреть там своими глазами, что там действительно происходит, почему этот конфликт уже восемь лет не кончится, я хотела это понять. И, ну, очень, ну, в принципе, после моего приезда я сразу почти поехала в серую зону и увидела, что там происходит. Там видела такую беду просто. Вот, люди худенькие, без лекарства, без ног, не знаю, вот там жили в разрушенных домах и каждый день обстреливали. И это было все 10 минут от центра. Это меня просто шокировало. И особенно еще шокировало меня, что после этого я посмотрела в немецкие СМИ, что об этом пишут в последние годы. И я ничего не нашла. Ничего. А как подавали информацию о том, что там происходит именно в немецкой прессе? Они написали только со стороны Украины. То, что на Украине думают, произошло. Показали только, что зли сепаратисты обстреливали какие-то селы на Украине. Наоборот просто. И это меня очень сильно поразило. Потом я уехала еще раз, подумала. Я с людьми пообщалась, с медийными экспертами. И они все сказали, если ты сейчас начинаешь в Германии об этом рассказывать, ты можешь, может быть, тебе, ты не можешь вернуться. Потом я все-таки решила этим заниматься, вернулась в Донец и там осталась. Сейчас полгода там живу. И начала еще новый блог на Телеграме, YouTube-канал. И мой блог очень сильно рос. Немцы самые написали, что мой канал на Телеграме, он на немецком и русском, кстати. Самый быстрый и растущий канал в Германии. И был, конечно, один момент, где я стала слишком опасна для них, потому что я была, особенно после того, как RT закрыли в Германии, я была единственным ресурсом прямо из Донбасса, который рассказывает правду. И начали в крупном стиле обо мне плохо писать. Все большие издания обо мне писали, что я, вот, путинский инфовоин, новая поезд на окружу Путина. На телевидении, в газетах очень плохо о войне говорят. Ну, что делать? Я знаю, что я не могу вернуться. Это было мне понятно изначально, но все-таки меня это шокирует. Алина, если вы, вот, представим ситуацию, что вы сегодня вернетесь домой в Гамбург к матери, что вас ждет? Я уже слышала несколько ужасных историй от других журналистов, которые написали пророссийские или критиковали какие-то, не знаю, коронавирусы. Меры против коронавируса были много. Им закрыли, как и мне, банковский счет, угрожали семью. Были случаи, где посадили людей просто без причины, ну, некоторое время в тюрьму или в психушку. Так что они, кажется, уже открыли какое-то уголовное дело, но никому не сообщили, ни там, где прописано, не отписано, просто ничего. Я читал, что за вашим домом в Германии, там, где живет ваша мама, ваши родители, сейчас установлена слежка. Это так? Да, там уже где-то два месяца сейчас стоит белый микроавтобус с темными стеклами и без номера. И я знаю от других людей, за которых следили, что это именно такой автобус, как у них было. А как вы думаете вообще, почему в немецком обществе, где, ну, люди уверены, знают и помнят, что такое нацизм и что он несет с собой, почему так закрывают глаза на то, что происходит в Украине и происходило, в общем-то, на протяжении долгих лет? Потому что им не показывают в СМИ. В СМИ уже более десяти лет писали только плохо о России, так что у всех немцев уже есть такая внутренняя нанимность против русских. Во-вторых, просто не объяснили, как этот конфликт начался, что там случилось на Украине в 2014 году. Они не знают, что там есть действительно много нацистов. Еще они, это я тоже поняла, им как-то непонятно, что нацисты — это не только против евреев, а, может быть, и против других этн. Это им непонятно. Они говорят, там не могут быть нацисты на Украине, потому что Зеленский сам еврей. И там эксперты выступают и говорят, что это все ложь, что я говорю, потому что это просто не может быть. И еще не может быть, что это еще большая тема, что я много общаюсь просто с минными жителями, и это переведу на немецкий. И мне все, просто все одно и то же отвечают, что это украинцы, которые стреляют по минным жителям, стреляют по домам. Неважно, в каком городе я была, ответ одно и то же. И немцы все-таки не верят. Они говорят, что россияне просто разрушают все города сейчас на Украине и бывают минные жители. Немцы реально думают, что они правы, что это все правда, что им говорят на телевидении, в газетах. Они верят, что Путин плохой, что русские вообще плохие, Россия опасная страна и агрессия. Они это верят. Даже редакторы этих газет, я с некоторыми общалась, они реально этим верят. Но есть, конечно, еще другой момент, что если вы смотрите на владельца этих газет, например, то вы увидите, что в Германии бывает где-то пять таких медийных домов, и владельцы этих домов, они обязательно связаны с американцами. В последние годы еще много американцев купили большие издания в Германии. Я думаю, что без хороших отношений к американцам ты не станешь редактором такой газеты, например, крупной. То есть получается, что ведущие издания Германии и издательские дома контролируют с американцами. Да, можно так сказать. Там есть даже такие профессионально сделанные графики, схемы, где-то все указано. Кто с кем, в каком обществе американским, кому какое издание принадлежит и так далее. Это все, в принципе, все можно найти в интернете. Очень интересно. И с другой стороны, мне говорят, что… Ну, обо мне говорят, что я создаю вместе с… Например, Арти… Ну, они как раз недавно показали на телевидении крупная сеть российской пропаганды в Германии. И с одной стороны показывали Арти, с другой стороны показывали меня и сказали, вот есть Арти, а есть Алина, которая работает как… Ну, из-за патриотических и идеологических причин. Вот так они объяснили. И это их крупная сеть российской пропаганды в Германии. И сам у них есть такая… То есть я сейчас общаюсь не с Алиной, а с целой сетью крупной пропаганды, получается. Да. Они там порисовали там на верху Кремль и Путин, потом вот там вниз стрелка Арти и стрелка… Ну, о каком Арти можно говорить, если вещание в Арти в Германии запрещено? И уже достаточно давно. Ну, они… Осталась только Алина – крупная сеть, получается. Они дальше работают, но если VPN пользуешь, можно еще прочитать их контент. Ну, нужно постараться, чтобы их посмотреть, я к тому, что… Надо, надо постараться, да. Вы помните наверняка, что вам рассказывали в школе о том же нацизме, о войне? Вот что вам запомнилось? Как вам тогда это преподносили? Ну, у нас учеба о нацизме была нормальная. Вот мы правду учили, вот все, что реально произошло. Там говорили, что это тоже были россияне, которые освободили Советский Союз. В принципе… Ну, я думаю, сейчас только поменялась очень школьная система и контент, который научат в школе. Что начинают там потихоньку сказать, что это не был Советский Союз, который освободил Германию. Если одно и то же повторить, то люди начинают этим верить. И уже реально где-то более десяти лет рассказывали только негативно о России. Просто на сто процентов. Там ничего позитивного не было. Часто без причины какие-то обвинения против России. Даже не надо больше в немецких СМИ показать какие-то доказательства. Просто плакативно в крупном стиле негативно что-то рисовать, показать. И уже начинается какой-то образ сохраниться в головах немцев. И этим они реально достаточно много занимались. И отец тоже говорит, что он всегда… Ну, не всегда, но особенно в этих последних десять лет почувствовал внутри немцев всегда какое-то отрицание, когда они узнали, что он русский. Всегда была какая-то странная реакция. Если он бы сказал, что он из США, то было бы интересно. Но если говоришь, что я из России, как-то… Из России? Откуда? И моему отцу тоже было очень больно все, надоело. И он уехал четыре года назад, вернулся в Россию. Сейчас в Германии ваша мама? Она, в принципе, старается немного выходить на улицу, рассказать людям, где она живет, что я ее дочь. И готовиться к переезду в Россию. Она коренная немка, она по-русски не говорит. Всю жизнь там жила. И она тоже говорит, что она больше не может это терпеть, что сейчас происходит в Германии. Вообще не может. И они не узнают свою страну. Это ее слова. Когда-то в 30-х годах тоже многие не узнавали Германию. Как она на глазах менялась. И у Гитлера не было интернета, не было телевидения. И то он смог из немецкой нации сделать то, что он сделал за достаточно короткий срок. Сейчас возможности для этого гораздо шире. Как вы думаете, что будет дальше в этом плане? То, что сейчас происходит в Германии, это очень-очень опасно. История реально повторяется. Кроме русских магазинов, уваляют русских, потому что они просто русские, запрещают детям в школе носить одежду, где нарисован российский флаг. Унижают русских. Дети между собой особенно. Когда они узнают, что у тебя российские родители. Это просто очень опасно. Они даже готовы отказаться от топлива, от газа. Пишут, что надо меньше мыться. И немцы согласятся. Они говорят, ну это же надо потерпеть, чтобы это было больно Путину. Путин очень больно от этого, да. Ну, понимаете, да, это может вызывать, конечно, улыбку. Мы тут тоже достаточно с юмором воспринимали заявления, особенно немецких политиков, которые на полном серьезе рекомендовали своим гражданам менять пищевые привычки. Есть меньше мяса, чтобы навредить Путину. Как вы говорите, меньше мыться или использовать дождевую воду, собирать ее и так далее, и так далее. Чтобы вот только навредить Путину. Как я это вижу, немцы просто сам себя сейчас уничтожат, уничтожают. Есть ли понимание у немецких граждан, что на самом деле сейчас уничтожается, собственно, Германия, ее экономика? И здесь не только вопросы энергетического сотрудничества. Есть ли вот это понимание, что, вводя вот эти санкции, собственно, экономика Германии может не выдержать всего этого? Конечно, есть разные граждане. Есть те, которые только телевизор смотрят. И, ну, более простые граждане, да, они этим все верят. Это самое большое масло, конечно. Но есть и здравые силы в Германии, которые поддерживают спецоперацию или хотя бы не хотели бы, чтобы уничтожили сейчас Германию. Ко мне, например, обратились 500 немцев, немецких предпринимателей, которым надоело, что происходит в Германии. Они ищут связь с Россией, они хотят дальше усиливать экономические связи, как-то торговать. И таких людей, слава богу, есть немало. Это не секрет, что вот эти политики, которые сейчас управляют эту страну, они тоже очень сильно связаны с американцами. Они почти все участвовали в каких-то или участвовали в трансатлантических сообществах. Очень много из них даже не получили подходящее образование для своей работы, которая сейчас занимается. Нет, я не думаю, что там есть большой шанс, чтобы народ сам может что-то поменяться. Не думаю. Александр Лукашенко, президент Беларуси, он много раз публично обращался именно к людям. К обычным людям, которые живут в Европе и которые сейчас вынуждены, скажем так, терпеть какие-то тяготы в связи с тем, что их политики ввели санкции в отношении и Беларуси, и России. Я думаю, что большие немцы понимают, что там что-то не так с этой политикой. Например, закрыли там автозаводы, увольняют людей. Есть проблема с едой и очень высокой цены на топливо и так далее. И, конечно, если такое сейчас еще усиливается, это открывает глаза этих людей, я думаю. Если им надо голодать, например, или вообще невозможно больше купить топливо и так далее, есть шанс, чтобы они поняли, что как-то государство не работает для населения, а как-то вообще не обращая внимание на них. Возвращаясь к вашей жизни в Донецке, как вы видите своими глазами, опять же, как меняется ситуация? Что говорят люди, которые там пережили это и, к счастью, остались живы? Я поехала в многих селах, в многих городах, которых освободили. Я была в Мариуполе, была в Пелитополе, в Наркударе, в этих селах вокруг Донецка. И везде просто люди часто заплакали, которые рассказывали, насколько они сейчас счастливы, что Россия пришла. Они все сказали, что они себя очень хорошо ведут, вот российские военные там помогают очень много, привезут там гуманитарку. И все рассказывали какие-то ужасные истории о том, как украинцы поставили там танк рядом с домом и просто так стреляли. Очень много таких историй просто. И неважно, куда едешь, всегда везде одно и то же. Я не встретила ни одного человека, который был недоволен тем, что сейчас россияне зашли. Ни один, ни одного. Общаясь с этими людьми, которые пережили все это, как вы считаете, как они настроены на дальнейшую жизнь? Вот эти люди там на Донбассе, они ни в коем случае хотят вернуться на Украину. Вообще. Они больше не будут под этой страной жить. Ни в коем случае. Там есть такая сильная анонимность. Они бы хотели жить или как, собственно, независимая страна, или вместе с Россией. Большинство из них говорят просто, что или они хотели бы жить с Россией, или они хотели бы просто все равно. Но главное, чтобы был мир. Я лично думаю, что сейчас проводят выборы. Будут выборы и в освобожденных территориях, и, может быть, когда-то на Украине. И потом посмотрим. Я думаю, что освобожденная территория, вот это население, она будет поголосовать за Россию, чтобы она стала часть России. Это большинство людей хотели бы. Ну а если, например, сменится власть в Киеве? Нет. Я задала многим людям этот вопрос. Хотели бы вы жить под Украиной, когда меняется власть? И все сказали, ни в коем случае. Для нас все. Украина для нас больше не существует. Это не наша страна. И мы под этим флагом никогда не будем жить. Никогда. У вас достаточно большое количество подписчиков. Да, в телеграм-канале у вас. Что пишут люди в комментариях? Немцы, в первую очередь, мне интересно, когда вот видят ваши материалы. Много немцев спрашивает, когда же Россия на танках поедет в Берлин и освобождает их от этого государства. Да, вы что? Очень много хотели бы уехать из страны, из Германии. Да, как есть. Пожелаем всем нам. Мы все хотим, чтобы на украинской земле был мир и спокойствие. Что для этого нужно сделать, тут одним словом точно не скажешь. Да и не все знают, что. И до конца понимают. Но то, что стремиться к этому надо, я в этом уверен. Спасибо за это интервью. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...